Аудиокнига создана специально для сайта кинотеатра Охотника. Вы приобретаете из щенка, выбор малыша и уход за ним. Кого взять, кобелька или сучку? Как правильно выбрать щенка, кормить его и следить за развитием, приучить к чистоплотности, где отвезти для малыша место вот что сейчас вас интересует. Насчет выбора пола щенка ответить однозначно трудно. При этом нужно учитывать следующее. Из выращенных в одинаково хороших условиях щенков больше силы и выносливостью обладает кобель. Хотя для его дрессировки и натаски потребуется, несомненно, больше терпения и времени. Зачастую он меньше предан своему хозяину, чем сука. Так, если кобель прочует запах пустующей суки, то может, позабыв обо всем на свете, убежать от владельца. Но он не доставит хлопот хозяину по уходу за потомством. Иметь щенков от своей питомицы можно всего один-два раза за всю ее жизнь, но оберегать от случайных вязок придется два раза в год. Учтите еще и то, что с кобелем можно охотиться в любое время, а суку во второй месяц щенности и во время кормления щенков в угодье брать нельзя. Да и во время пустовки она зачастую неважная помощница. Так что подумайте сами, кого вам лучше взять. Прежде чем идти за малышом, нужно отвезти ему раз и навсегда одно определенное место. Оно должно быть в чистом, светлом и сухом углу, ни на проходе и ни рядом с отопительными приборами. Опасен для собаки и сквозняк. Ни в коем случае нельзя помещать ее в ванной комнате. Лучше за щенком приходить утром, тогда за день он попривыкнет к новой обстановке и не устроит ночного концерта. Если квартира позволяет, можно сделать так называемую собачью постель. Для этого на четырехугольную раму натягивает плотный материал, прикрепляя его к раме так, чтобы можно было снимать для стирки. А можно обойтись и простым повриком или половичком со сменным чехлом. Желательно на стенку, около которой будет отдыхать щенок, повесить кусок полиэтиленовой пленки тогда не будут грязными обои. Еще до появления питомца в квартире придумайте ему кличку. Выбирая ее, постарайтесь, чтобы она была как можно реже встречающейся и предельно краткой более легко запоминающейся щенку. Приобретая щенка, трудно, конечно, определить, каким он будет, но избежать на первых порах грубых ошибок можно. Так, окрас его должен строго соответствовать стандарту. Малыш не должен быть рахитичным. Внешние признаки этого такие, общая недоразвитость, утолщение записных суставов, искривление конечностей, провислая спина, большой отвислый живот, несоразмеримо с туловищем большая голова, утолщение на концах ребер. Однако имейте в виду, что рахит излечим, если своевременно принять необходимые меры, давать полноценный корм с добавлением в него препаратов, содержащих витамины А и Д3, проводить систематические физические тренировки, облучать своего питомца кварцевой лампой, а еще лучше, как можно чаще бывать с ним на солнце. При выборе малыша не забудьте посмотреть на его задние ноги, на них не должно быть так называемых пришлых пальцев. В месячном возрасте, то есть тогда, когда вы будете приобретать спаниельку, у него уже должны быть молочные клыки, резцы, первые и вторые ложнокоренные зубки. Если увидите, что уже в этом раннем возрасте намечается неправильный прикус, брать такого щенка не следует. Поинтересуйтесь у владельца матери щенка, изгоняли ли у нее глистов. Убедитесь сами, как малыш ест вес новорожденного, а зачастую месячного щенка зависит от числа щенков по мете. И чем их больше, тем средний вес меньше. Для наглядности посмотрите таблицу, из которой вы узнаете, как примерно набирает щенок вес, в граммах, от рождения до восьминедельного возраста. Средний вес месячного щенка спаниели 1,8-2,5 килограмм. Таблицы набора веса вы можете посмотреть на сайте кинотеатра охотника в теме с этой аудиокнигой. Приобретая малыша, нужно обязательно поинтересоваться его родословной. Учтите, что каждый родитель, не имеющий полевых дипломов, уменьшит оценку вашего питомца по происхождению на выставке при комплексной оценке на 2 балла, а если к тому же родители не имеют экстерьерных оценок, то оценка по происхождению уменьшится еще на 4 балла. Таким образом, щенок, у которого оба родителя не имеют ни полевых дипломов, ни экстерьерных оценок, будет иметь за происхождение всего 12 баллов, то есть эксперты снимут из максимальных 20 баллов 8, 2 на 2 плюс 2 на 2. А для того, чтобы спаниел был отнесен хотя бы ко второму племенному классу, ему нужно иметь не менее 16 баллов за происхождение, а для элиты – 18. Не забудьте посмотреть, как купирован у щенка хвост, он должен быть укорочен на 1-2 длинны. Обычно купирование делают на 3-5 день жизни щенков и приглашают для этого ветеринарного врача. Но с этим делом может справиться и сам владелец ощенившейся собаки, позвав помощники кого-либо из товарищей. Для купирования понадобятся хорошо заточенные обыкновенные ножницы и маленькие маникюрные. Нужны будут и нитки, желательно суровые, порошкообразные стрептоциты, спирт или одеколон. Нужно заранее подготовить корзину, можно ящик или таз, в которой щенки будут находиться примерно час, пока не подсохнет ранка. Дно корзины нужно выслать чистым проглаженным куском материи. Чтобы во время этой операции мать щенков излишне не волновалась и не мешала, ее надо на час-полтора удалить в другую комнату, а еще лучше вывести на прогулку на улицу. Щенков вынимают по одному из гнезда и у каждого из них на хвостике в месте будущего разреза, половина хвостика, маникюрными ножницами выстригают колечко волос, затем малыша кладут в гнездо и берут следующего. После того как у всех щенков хвостики соответствующим образом подготовлены, приступают непосредственно к самой операции. Малыша берут из гнезда и передают в руки помогающего, а затем ниткой вдвое узлом бантик чуть выше места купирования туго перевязывают хвостик, предварительно как бы натянут кожу по направлению от кончика хвоста к его основанию. Это надо сделать для того, чтобы, когда узелок будет развязан или разрезана нитка, натянутая перед купированием кожа прикрыла ранку. После того как хвостик перевязан, протирают место купирования и большие ножницы дезинфицирующей жидкостью и, придерживая, но не вытягивая, хвостик за кончик, быстрым и уверенным движением отрезают его. Сразу же хорошо присыпают ранку стрептоцидом. Обработанного таким образом щенка кладут в приготовленную для передержки корзину. Теперь берут следующего и проделывают ту же операцию. И так до последнего малыша. Купированных щенков выдерживают в корзине. Время выдержки зависит от свертываемости крови и образования сухого струпа в месте разреза. Оно может быть от 15 минут до часа, чем меньше, тем лучше, а потом развязывают узелки или осторожно разрезают нитки маленькими ножницами. Еще раз присыпают ранки стрептоцидом, и если ранка не кровоточит, щенка кладут в гнездо и подпускают заждавшуюся мать. Во время обрезания хвостиков удаляют и прибылые пальцы, если они обнаружены у новорожденных. Их обрезают у самого основания маникюрными ножницами, присыпая ранку стрептоцидом. Если у какого-то щенка начнет выделяться кровь, то его надо взять из гнезда, вновь присыпать ранку стрептоцидом и подержать отдельно от других щенков, пока не прекратится кровотечение. Вот, пожалуй, и все, на что надо обратить внимание при выборе щенка. Все остальное у него настолько не сформировавшееся, что определить его будущий экстерьер почти невозможно, и, кроме того, он во многом будет зависеть от того, насколько правильно выворстите своего питомца. Выбор самого щенка, место для него, клички это все дела приятные. Появление же вместе с ним в квартире его экскрементов, явление иного характера, которое может вызвать осложнение в семье. Прежде всего давайте договоримся, что раз вы стали инициатором появления в доме малыша, то вам за ним и ухаживать. Мыть, выгуливать, вычесывать, стирать чехлы, убирать шерсть, нечистоты и так далее. А теперь поговорим о том, как возможно скорее добиться того, чтобы щенок не оправлялся где попало. Тыканье щенка носом, прием устаревший и ненужный. В результате этого у малыша только и вырабатывается боязнь хозяина, выражающаяся в ползании перед ним. Некоторые владельцы щенков из такого ползания выводят даже сознание вины щенком, не понимая, что собаки отдельные процессы, явления, связывают совсем не так, как мы, люди. В раннем возрасте малыш не может долго терпеть и не чувствует за собой никакой вины за содеянное, а силовое воздействие не может подавить необходимые естественные потребности. Кроме того, воспитательные меры применяют к щенку, как правило, спустя некоторое время после совершения им проступка, и питомец связывает наказание не с оставленными экскрементами, а с приближающимся хозяином, с его наказующей рукой, начинает бояться и ползать перед своим повелителем. Из такого щенка зачастую вырастает пугливая собака. Прежде всего необходимо соблюдать пунктуальность кормления и выгуливания щенка, тогда он привыкает к определенному ритму жизни, и тем самым облегчит задачу по воспитанию у него чистоплотности. Если у вас нет возможности регулярно кормить и выгуливать щенка, лучше сразу отказаться от затеи с малышом, а приобрести взрослую собаку. День щенка – это прием пищи, игра, сон и справление своих личных дел. Обычно к нему он имеет потребность сразу же после сна, а поэтому надо тут же после пробуждения либо выпустить его на улицу, либо отнести на предназначенный для этого ящик с песком, который ставит на балконе или в туалете. Появившийся в ящике первое отметина в дальнейшем будет служить своеобразным ориентиром для щенка, и он очень скоро начнет справлять свои нужды только в одном месте. Щенок, привыкший ходить в одно и то же время и место, если даже хозяин забудет о нем, всем своим поведением, скулением, кружением на месте, царапанием, напомнит о себе и своих неотложных делах. Лучше всего последнее кормление вечером делать не поздно, чтобы хватило времени еще раз выгулить малыша перед сном. Если же он ночью плохо спит и поскуливает, не поленитесь встать и отвезти его на привычное место в избежание лужаться где-нибудь еще. Обычно правильно приучаемый к чистоплотности щенок без никому не нужных наказаний уже к 2-2,5 месяца не оставляет на полу кучек, а к 3-4 исчезает и лужицы. Кормление – один из важнейших, если не самый главный, факторов, влияющих на правильное выращивание щенка и получение из него физически крепкой и здоровой собаки. Щенки и взрослые собаки, не получающие витаминизированный, полноценный по калорийности корм чаще болеют различными болезнями, ослабленный организм гораздо труднее переносит их, чем организм хорошо выращенной собаки. Довольно широко распространено ошибочное мнение, что вполне достаточно кормить собаку остатками пищи с нашего стола. Это далеко не так. Безусловно, ваш питомец может привыкнуть, приспособиться к этой еде, но он никогда не вырастет полноценной охотничьей собакой. Так, например, всевозможные специи могут сказаться отрицательно на чутье, а крупные куски картофеля, не усваиваемые организмом, будут только вызывать боль в желудке и т.д. Помните, предки наших собак были плотоядными животными и, несмотря на то, что сейчас собаки из-за долгого и близкого общения с человеком стали всеядными, только мясо, заменяемое иногда рыбой, было и остается основным их кормом. Беря щенка, поинтересуйтесь, чем его подкармливали, и первые дни давайте тот же корм, чтобы не было резкого перехода к другой пище и расстройства желудка у вашего питомца. Нельзя кормить собаку из медной, железной или оцинкованной посуды. Лучше пользоваться эмалированной или алюминиевой миской. Для еды и воды должны быть свои миски. После каждой кормежки посуду нужно хорошо мыть. Можно давать щенку для питья так называемую ржавую воду. Ее приготовление простое – положите в миску с водой большой ржавый гвоздь, очищенный от грязи, и пусть щенок лакает эту слегка поржавевшую воду. Способ этот хотя и не научный, но проверенный на практике не одним поколением охотников-собаководов, и, кроме пользы, он ничего не даст. Оке железо в какой-то мере усваивается организмом животного, укрепляя его. Кормить малыша надо по возможности разнообразной полужидкой пищи комнатной температуры. Мясо должно быть свежим и мелко настроганным, а не в виде провернутого через мясорубку фарша. Изредка вместо мяса давайте щенку мелко нарезанное рыбное филе. Вот примерный рацион кормления щенка в возрасте от 1 до 8 месяцев и взрослого спаниеля. Таблицу рациона вы можете посмотреть на сайте кинотеатра охотников теме с этой аудиокнигой. Конечно, приведенные здесь цифры весьма относительные и во многом зависят от аппетита вашего питомца. Если корм в миске остается, лучше его выбросить, или сохранить в холодильнике, но не дольше, чем до следующей кормежки, а в очередную кормежку объем еды нужно немного уменьшить. В том же случае, когда щенок съедает все и просит еще, можно ему и добавить, а ограничивать малыша в еде не следует. Но, сокращая количество пищи, помните, что делать это можно только не за счет мяса или молока. Указанные в таблице количество пищи разбиваются примерно на равные части и в зависимости от числа кормежек соблюдайте это обязательно. Искормливаются щенку так, чтобы он съедал все без остатка, как говорят охотники, в подлис. Иногда жалуются, что щенок плохо ест, а на деле оказывается, что ест он хорошо, но не из своей миски, а с хозяйского стола. Делать этого нельзя, не приучайте собаку быть попрошайкой. Надо добавлять в корм по нескольку капель витаминов А и Д3 в масляном растворе. Очень полезен для роста костей малыша глицерофосфат кальция, который также необходимо добавлять в корм при каждой кормежке, сначала понемногу, а затем доведя дневную дозу до 1,5 га. Полезно класть около миски с кормом мел и активированный уголь, при необходимости щенок погрызет их. Глицерофосфат кальция в гранулах и активированный уголь продаются в аптеках. Не забывайте давать творог, простоквашу, тертые яблоки, морковь, а весной добавлять в еду мелко изруленную молодую крапиву, ботву от свеклы. Хорошо усваивается организмом собак и одно сырое яйцо в день, смешиваемое с другой пищей. Не повредит и ложка меду, в раннем возрасте хорошо кормить щенка жидкой кашей, приготовленной из детского питания, которое продается в магазинах. Соли в еду кладут немного, примерно 5 граммов, на день. Нельзя давать щенкам, да и взрослым собакам, свинину и баранину, как плохо усваиваемые, а также трубчатые кости, которые своими острыми краями могут поранить пищевод и даже стать причиной гибели вашего питомца. Не рекомендуется в пищу собак и солонина, в крайнем случае, за неимением другого мяса, можно давать ее, но только предварительно хорошо вымочив в нескольких водах. Очень осторожно нужно давать рыбий жир, узырек с которым надо сохранять в холодильнике. В жаркое время года лучше этот жир совсем убрать из рациона, прогорклый рыбий жир вызывает расстройство желудка. При запорах в качестве слабительного дают растительное масло. Различают несколько этапов роста и развития собаки. Наиболее интенсивные из которых приходится на первые 6 месяцев ее жизни. Именно в это время и необходимо как можно лучше кормить щенка, иначе он может остаться недоразвитым. За правильностью развития своего питомца можно следить и по росту молочных зубов, а также их смене на постоянные. О том, какие зубы должны быть у месячного щенка, я уже рассказывал. К 2 месяцам у малыша появляются все молочные зубы, которые к 3 месяцам начинают меняться на постоянные. В начале меняются центральные резцы и зацепы, к 5 месяцам сменяются средние резцы, а к 6 – крайние, а к райке. Клыки сменяются между 4 и 5 месяцами жизни щенка, а ложнокоренные – между 5 и 6. Коренные зубы вырастают к 7 месяцам. Таким образом, к 7 месяцам у щенка должна быть полная пасть зубов, в верхней челюсти – 20, 6 резцов, 2 клыка, 8 ложнокоренных и 4 коренных, в нижней – 22, 6 резцов, 2 клыка, 8 ложнокоренных и 6 коренных. Отставание в росте или смене зубов говорит о недостаточном количестве в рационе собаки витаминов А и Д3, а также солей кальция и фосфора, норму которых нужно немедленно увеличить. Во время смены зубов следите за ними, при прорезании постоянных могут не выпадать на их месте молочные, которые зачастую становятся причиной неправильного роста постоянных зубов. Такие молочные зубы нужно удалять. Не будет лишним, если во время развития щенка во взрослую собаку вы несколько раз пригласите к себе домой для консультации одного из опытных охотников-собаководов. Его вовремя подсказанный квалифицированный совет поможет избежать той или иной ошибки при выращивании спаниеля. Довольно часто задержка в росте и развитии щенка объясняется тем, что в его кишечнике есть глисты. Для профилактики от этих паразитов можно добавлять в корм 4-5 очищенных от кожуры и мелко истолченных зернышек тыквенных семян. Продаются в аптеках. Изгонять глистов нужно пользуясь советом и рецептом врача. Мешают нормальному развитию собаки и другие паразиты, блохи, вызывая у малыша зуты расчессы. Особенно часто они появляются летом. Чтобы избежать их появления, нужно возможно чаще менять чехол подстилки, стирая его вторым-третьим процентным раствором креолина или в крепком кипящем щелоке. При появлении насекомых старую подстилку надо уничтожить, а место, где она лежала, продезинфицировать. Самого же малыша необходимо помыть 1% раствором креолина или обсыпать перетрумом, предохраняя от порошка щенячий нос, глаза и уши, затем завернуть в плотный материал и держать так около часа, после чего частым гребнем нужно вычесать оглушенных насекомых. Чтобы во время этой обработки паразиты не поползли, спасаясь от перетрума, на голову щенка, оставшуюся открытой, надо капнуть 2-3 капли анисового масла. Нельзя давать щенку слизывать себя перетрум. Лучше, когда в квартире, где содержится щенок, нет кошки, но если она есть, то одновременно со щенком и она должна пройти обработку от насекомых. В качестве профилактической меры следует под матрасик, на котором отдыхает щенок, подложить листья полыния. В последнее время в магазинах появились различные шампуни, имеющие в своем составе препараты, оглушивающие насекомых. Это хорошие средства, но пользоваться ими нужно как можно реже, как щенка, так и взрослую собаку мойте только в крайних случаях, то есть тогда, когда она испачкается. Зимой собака сама следит за чистотой своей шерсти, валяясь в снегу, а летом надо стараться быть с ней почаще у водоемов с чистой водой, купание для спаниелей. Одно наслаждение. Здоровый щенок много двигается, играет. Для этого у него должны быть свои игрушки, спринцовки, резиновый мяч, крыло птицы, деревянные чурбачки и тому подобное. Только не вздумайте разрешать ему игры со старыми ботинками, шлепанцами и другими предметами домашнего обихода. Не разбираясь, какие вещи новые, а какие старые, маленький шалун однажды может так порезвиться, что вернувшись домой, вы найдете только остатки своих вечерних туфель, еще хуже, если это случится с туфлями других членов семьи. Всегда интересно и полезно поиграть с резвящимся щенком, развивая его силу и укрепляя вашу дружбу. Но не увлекайтесь, не разрешайте ему операции прыгать на вас, если не хотите вечно ходить в грязном костюме, не тискайте его и не злите, это к добру не приведет. Любое проявление злобности к вам необходимо строго пресекать. Когда растут и меняются зубы у щенка, нельзя с силой тащить что-либо схваченное им. Малыш обязательно должен бывать на улице. Конечно, продолжительность прогулок зависит от времени года, погоды и возраста вашего питомца. В солнечный погожий день прогулки дольше, а в зимнеморозный – короче. Но, независимо от всех условий, ежедневные выходы со щенком на улицу, на свежий воздух – обязательно. При выгуливании собаки приучайте ее, дергивая и наказывая, безразлично относиться к кошкам, так как погонка за ними – прямой путь под проезжающий автотранспорт.